Добрый вечер, дорогие телезрители! С вами я, Дмитрий Аргунов. Пока болельщики и участники прошедшего чемпионата России остывают от неких страстей, мы чуть не пропустили главное. Сегодня в районе полудня специалисты Роскосмоса, которые были в эфире программы «Якутск сегодня», получили сообщение о том, что найдены два фрагмента головного обтекателя, ракеты-носителя, который был запущен 28 апреля с космодрома «Восточный». И об этом и не только мы поговорим сегодня. Мы начинаем. Давайте тогда, приходится констатировать факт, что, Олег Юрьевич, что Роскосмос собрал все свое имущество, которое... Разбросало. ...волей баллистики или волей судеб оказались на территории Республики Сахай-Куд. Да, совершенно верно. Сегодня мы завершили поисковые мероприятия. В Билюйском улучши мы все фрагменты, найденные, вывезли с территории района падения. Сегодня были найдены два фрагмента головного обтекателя. Они еще разделились на два-три фрагмента каждый. То есть не целиком упали на землю, на более мелкие фрагменты. Сейчас предстоит организовать вывоз этих фрагментов из Алданского района. И после этого наши работы по обеспечению безопасности первого пуска в районах падения будут закончены. Но работы, я так понимаю, продолжатся, пока продолжатся пуски с космодрома «Восточный». Да, совершенно верно. То есть такие работы будут продолжаться и вестись на каждом пуске с космодрома «Восточный». Космодром «Восточный» имеет статус пока национального российского космодрома. То есть это единственный гражданский космодром на территории Российской Федерации. Поэтому ценность его очень большая. Задачи, которые стоят перед космодромом, они очень амбициозные. Это и запуск спутников связи, спутников, которые будут исследовать территорию Земли, спутников, которые будут исследовать ближний космос, планеты Солнечной системы. И планируется также с космодромом «Восточный» запускать космические аппараты с космонавтами и реализовывать лунную марсианские программы. То есть каким-то образом республика становится причастной к этим, можно сказать, глобальным проектам, да? Да, мы уже, не стесняясь, называем республику Саха-Якутия как полноправным членом космической деятельности. И в особенности это касается тех районов, на территории которой мы проводим работы. Это в первую очередь Вилюйский Улус и Алданский район. Давайте на контрапунктах сыграем. Влад, учащийся 11 класса, физико-технического лицея, ты был в составе делегации республики на первом пуске, который состоялся 28 апреля. Немного о своих впечатлениях. Вообще, какова эта картина? Что значит быть причастным к пуску такого масштабного явления? Для начала нужно отметить то, что это уже мой не первый запуск именно космического спутника. Поэтому до этого я ездил на Байконур. Поэтому я как бы уже знал, что ожидать, что примерно будет. Естественно, я наблюдал уже на Восточном совсем другую картину. То есть, во-первых, сам масштаб ракеты был другой, расстояние, на котором мы стояли, было совсем другое. Но, естественно, тип ракеты и топлива, все было другое. Поэтому ощущения были новые. Ракета залетела совсем не так, как на Байконуре. Поэтому я испытал некоторые новые ощущения. Ну и запуск мне, естественно, понравился. Также меня порадовало, что даже несмотря на то, что запуск был отложен на одни сутки, все равно все прошло штатно, успешно. Меня это очень порадовало. Я к Галине тоже хочу вопрос тот же задать. Вокруг стартовой площадки растут в достаточно большом количестве, Игорь Александрович, тоже подтвердите, да? Деревья. Там достаточно хорошо развитый лес. Чем интересна вообще эта зона? Там происходит, скажем так, соединение двух зон. Зоны смешанных и таежных лесов. Вокруг стартового комплекса, там, где не коснулось лесосведение, процесс, произрастает лиственница, дуб монгольский, береза. И они чувствуют себя вполне прилично после первого пуска. Товарищи с Министерства охраны природы, для специалиста Роскосмоса Игорь Александрович неплохо разбирается в растительности, которая находится на космосе. Хорошее познание. Галина, все-таки вопрос проадресую тебе. Близость, на котором, вот в момент пуска вы находились, там, 3 километра, да, это очень ряда, получается. Почти, да, чуть меньше. Да? 2,7, да? 2,8. 2,2 километра. А, вот, оказывается, даже меньше. Еще ближе, ближе были. Еще ближе. Николай Гришаев, первый заместитель министра связи республики, также находился в составе делегации. Вообще, вот, сам пуск космического некого объекта, это, что, я вот никогда не был, да? И все жители, подавляющее большинство нашей республики, никогда не присутствовали на таких масштабных юридиях. Вот, с чем можно это сравнить? В отличие от ЛАДА, конечно, мы были первый раз, вот, и действительно, это вот незабываемое событие, тем более, это первый запуск на космодроме Восточный, это просто исторически уже вошло в мою жизнь, и всех коллег, которые с нами были. И, ну, действительно, это масштабно, то есть, это захватывает дух и гордость, на самом деле, за Российскую Федерацию. А вот лозунг «подними голову» к специалистам, опять же, Роскосмоса. Как вы думаете, по вашему мнению, насколько она отражает вот тот, скажем, процесс, когда пуски с полосы Средней Азии, ну, передвигаются в сторону Дальнего Востока? И чем это может быть? Куда поднять голову? К звездам? Да. Вообще, мы можем сказать точно уже, что национальный космодром российский заработал. А почему поднимем голову? Потому что, когда ракета отрывается от стартового стола и уходит вверх, мы следим за ней, поднимая голову. Потому что космическая деятельность, это на самом деле очень важный процесс. Если Россия не будет занимать определенный статус, то она уйдет с мировой арены, именно как космическая держава. Последнее сообщение новостных лентов, в принципе, подтверждает, что некая деятельность, которая в международном сообществе при помощи Роскосмоса осуществлялась, она будет, ну, больше, скажем так, в сторону внутренних каких-то проблем смещаться. И это, наверное, правильно все-таки. Россия – это лидер в области космоса, лидер в области освоения космоса, ближнего и дальнего. Все это признают. Как, наверное, признают то, что Россия должна быть космической державой, должна быть, может быть, в какой-то мере, ядерной державой. Сергей Николаевич, мы с вами встретились накануне наших эфиров. Вчера вы сказали, что никто не отрицает того, что Россия должна и будет осуществлять подобного рода деятельность. Давайте, вот мнение ваше, как жителей республики, как гражданина. Как житель нашей страны, как гражданин нашей страны. Я убежден, что Роскосмос – это то направление, благодаря которому Россия еще является сверхдержавой. И мы должны заниматься Роскосмосом, если мы хотим дальше развиваться. Это гордость нашей страны сегодня, это гордость страны в прошлом, начиная еще с 1957 года. Я думаю, что это гордость и в будущем нашей страны. Ну, так сложилось, что мы в утреннем эфире упомянули, что первоначальная траектория, она корректировалась. И вами была проделана огромная работа для того, чтобы отвести, скажем, траекторию полета от других районов Юлийского улуса. Мы с Роскосмосом работаем уже более трех лет, тесно сотрудничаем. И вот когда первый раз встретились еще в конце 2012 года, были обговорены ряд моментов, когда представители Роскосмоса, вот Олег Юрьевич там был, приехали к нам в начале, значит, 13-го года, вот, и показали, значит, вот фильм, рассказали строительство вот этого космодрома, вот, и показали примерный район падения вот фрагментов второй ступени, вот, ракеты Союз-Т2. Вот, ну, мы попросили тогда, если невозможно вообще поменять траекторию саму, то хотя бы несколько отодвинуть тот овал, вот, тот район, значит, как можно дальше от, значит, населенных пунктов. Вот, и они пошли нам на встречу, вот, мы с ними об этом говорили в Москве, вот, когда встречались с руководством Роскосмоса в Москве, поговорили, значит, это об этом и в Ильичке, вот, когда они в первый раз к нам прилетели, вот, ну, и благодаря вот общим усилиям, все-таки Роскосмос нашел, значит, какие-то внутренние резервы, вот, и, значит, на несколько десятков километров, значит, вот, район падения был отодвинут от населенных пунктов. Но, тем не менее, в зоне падения фрагментов второй ступени, да, оказались два наследия вашего района. Нет, это не совсем так. Нет, я бы сказал, значит, это не так, вот, в зоне падения никакого населенного пункта, в районе падения, значит, ни одного населенного пункта. Нет, вот, фрагменты, да, падают на территории, значит, так скажем, вот, населенных пунктов, но они находятся далеко, примерно, вот, центр, как бы, падения находится в 90 километрах от этих населенных пунктов. А вот самый ближайший фрагмент, он на каком расстоянии упал от населенного пункта? Потому что разные совершенно цифры гуляют, да, и в соцсетях. Там, по-моему, 83 километра и 400 метров было. 83, да? Да, 83 километра и 400 метров. Потому что говорили 10 километров там и так далее, чуть ли не 5. Ну, смотря из каких источников, скажем. Сергей Николаевич, я поясню немножко. Изначально район падения располагался на удалении 13 километров, это граница района падения, от группы кюляхских наследов. Наиболее близко расположены вторые кюляции. И как раз вот Сергей Николаевич о чем говорит, достаточно долго велись переговоры с руководством УЛУСа района о том, что еще дальше отодвинуть. Мы считаем, что граница района падения является безопасной зоной. То есть, когда мы уходим от населенного пункта на 13 километров, это достаточно для обеспечения полной безопасности. Но в результате переговоров мы сдвинули еще на 9 километров и получили границу района падения на удаление 22 километра от вторых кюляцев. Здесь еще надо понимать, что этот процесс очень сложный. И дело в основном в энергетике ракеты. То есть, хватит у нее топлива долететь дальше, чем обычно она летает. И второй вопрос немаловажный. Когда мы двигаем один район падения, одновременно надо сдвигать другие районы падения. То есть, районы падения у нас на данном пуске три района падения. Первая ступень у нас падает. Олег Юрьевич, давайте я вас перебью буквально. У меня рекламная пауза прямо сейчас на канале ВНУК. Мы продолжаем эфир программы «Не пропусти главное». Сегодня у нас в студии представители Роскосмоса и соответствующих ведомств ведет также глава Великого Улуса, где в основном происходит падение фрагментов ракеты-носителей. Но прежде чем мы примем телефонный звонок нашего слушателя, давайте, Олег Дмитриевич, все-таки по корректировке орбиты, вот вашу мысль, которую мы прервали не кстати очень. Когда происходит расчет траектории полета, рассчитываются и районы падения. Для того, чтобы сдвинуть один район падения, надо сдвигать остальные. При проведении данного пуска использовалось три района падения. Первая ступень у нас падала в Амурской области, Тизейский район, Тындинский район. Головной обтекатель – это Алданский, Алёкминский район, в основном Алданский. И вторая ступень – это Вилюйский, Верхневилюйский, часть Жиганского района. Но все фрагменты у нас попали на территорию Вилюйского Улуса. И, соответственно, когда мы приняли решение о том, что по просьбе главы Вилюйского Улуса мы начали смещать район, такие же мероприятия потребовались на перерасчет остальных районов падения. Поэтому этот процесс непростой, но тем не менее, путем переговоров Сергея Николаевича, мы это решение приняли, и район был смещен еще дальше. Но я повторюсь, что граница района падения является гарантом безопасности проживающего населения. Телефонный звонок нашего телезрителя. Говорите вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Петров, Секутска. У меня такой вопрос. В чем было принято решение на запуск ракеты в день недависимости нашей республики? Первое. Они добра это увидево, и не допустил заселения хотя бы на один день нашей республики. Второй вопрос. Почему было сделать космодром, чтобы в Клюпене падали северные металиты Афьян, где никто не живет, тем самым защитить людей от традиционного фона и прочего? Ну, я предупреждал, что большинство, скажем так, вопросов будет на уровне почему, почему, почему. Но, тем не менее, ответы нужно давать. Да, здесь вопрос очень простой. Для Российской Федерации в целом пуск ракеты-носителя со своего космодрома это великое событие. И приурочив его к празднику Дня Республики, мы тем самым подчеркиваем, что Якутия является частью Российской Федерации и частью космических программ теперь уже. То есть, с нашей точки зрения, это наоборот двойной праздник в республике должен отмечаться по запуску нового космодрома. И республика первая участвовала в этом запуске, первая из всех пяти регионов, которые будут охватывать деятельность космодрома. И в этот день праздновать День Республики, День самостоятельности Республики. То есть, это два больших праздника, на наш взгляд. А, кстати, местные строители, местные жители Республики Саха-Якутия, они участвовали тоже в строительстве космодрома, да? Да, были... Ну, вообще, это получилась всероссийская стройка, там участвовали строители со всех регионов Российской Федерации. И если отсюда смотреть, и за Уралом, и с Урала приезжали люди, были задействованы люди, которые постоянно проживают на Дальнем Востоке и так далее. Почему выбрано место такое? Здесь основной момент, это космодром должен находиться как можно ближе к экватору. Это первый, самый важный момент по энергетике ракета должна размещаться, стартовые позиции при пусках ракет должны размещаться как можно ближе к экватору, что повышает энергетику ракеты. И второй момент, это тот потенциал, который за собой тянет космодром, это рабочие места, это технологии, это внедрение различных технологий в инфраструктуру различных предприятий Дальнего Востока, это пути железнодорожные, автомобильные и так далее. Президентом была задача именно так и поставлена, потому что сейчас вы прекрасно знаете, что идет федеральная целевая программа по развитию Дальнего Востока, и руководство страны особое внимание уделяет развитию Дальнего Востока и Якутии в частности. Кстати, вот Галина не даст соврать, говорит, что регион, ну вернее район космодрома довольно депрессивно превратился. Не сам район космодром, там закрытый город, да, Углегорск, который сейчас вот Солковских хотят переименовать. Ну, я там один раз только была, это два года назад, когда еще только строился космодром, но из разговора с главой зато Углегорск, я поняла, что они, наоборот, приветствуют там строительство космодрома, потому что это моногород, и когда закрыли космодром Свободный, да, который там был, то есть они фактически оказались, ну, их постигла судьба всех моногородов. И сейчас, как бы, вот у них появился объект, который как бы вдохнул в их город новую жизнь, то есть, грубо говоря, людям появилось чем-то заниматься. На 15 лет работы, то есть это только строительство космодрома в Восточном. То есть там еще очень много предстоит построить, инфраструктуры, ну и так далее. 700 квадратных километров, да, то есть это очень много этих объектов, да, на самом космодроме. Это дороги, это железнодорожное полотно, то есть очень много всего. Ну вот, наверное, Игорь Александрович лучше про это расскажет, да? Ну, конечно, конечно. Они больше нас рассказывают. Порадуемся, конечно, за Амурча. Что касается космодрома Восточной, планы достаточно амбициозные, и они отвечают космической программе Российской Федерации. Проблема состоит в том, что надо ввести в строй новые космические комплексы, в частности, которые мы называем «Ангара», пока так называем, на очереди строительство аэродромного комплекса, который будет способен в перспективе принимать даже космические челноки. По крайней мере, на сегодняшний момент построено примерно 30% объектов, которые предположительно будут введены в строй в ближайшие 20 лет. Что касается, я немножко отвечу на тот вопрос, который задал телезритель, что касается радиационного фона. Вот сейчас в студии находятся фрагменты второй ступени, и у нас поверенный радиометр, который работает, не прекращая с того момента, как мы его включили, он уже достаточно хорошо определился, и он показывает 10 микрорентген в час, что, собственно говоря, составляет 1 третью допустимой дозы для регионального фона Восточной Сибири и Дальнего Востока. Это 30 микрорентген в час. Нет, Игорь Александрович, на самом деле, даже я, будучи филологом, не верю в некую радиацию, которая сыплется с неба. Товарищ Гришаев, все-таки значение для развития, мы закончим спусками, да, и потом перейдем к регламенту поиска. Значение в области развития телекоммуникации в республике, вот как вы видите? На самом деле, значение очень огромное. Сейчас в республике постоянно действует порядка пяти космических аппаратов, да, которые предоставляют услуги телекоммуникации. Вот, но каждый космический аппарат имеет свой срок полезного использования. Вот в скором времени с орбиты, ну, над республикой Саха-Якутия уйдут порядка двух таких космических аппаратов. Вот, ну, и, соответственно, нужна замена. Вот, сейчас полностью покрывает республику, у нас только один космический аппарат, это экспресс АМ-5, на котором операторы связи, собственно говоря, в основном и работают. Как вы знаете, республика Саха-Якутия заключила еще договор с компанией Газпром, и у нас еще заработал один аппарат, ИМА-401, но он не полностью покрывает республику, он покрывает, то есть не покрывает северо-восток. Вот, мы сейчас работаем над использованием К-диапазона, это, скажем так, очень хороший диапазон в качестве предоставления скоростных каналов связи, так условно скажу, до 20 мегабит в секунду. Мы сейчас работаем над тем, чтобы, во-первых, создать на космическом сегменте для наших операторов связи конкуренцию, и чтобы снизить затраты на предоставление именно спутниковых каналов связи. Вот, прекрасно понимаем, что уходя от космодрома Байконур на космодром Восточный, да, то есть это прекрасно понимает, что это находится в другой стране, и мы за это платим там арендные платежи, которые тоже составляют какую-то затратную часть для предоставления, собственно говоря, спутникового сегмента, для конечных пользователей. Поэтому в ближайшем будущем, конечно, мы планируем на том, что космический сегмент именно в предоставлении услуг связи по их ценовой политике, он будет снижаться. То есть мы можем напрямую связать улучшение качества предоставлениями связи с космической программой, которая ведется именно с космодрома Байконур. Коллеги сказали с Роскосмоса о том, что планируется запускать тяжелые ракеты и потом сверхтяжелые, которые способны именно космические аппараты, которые сейчас действуют на территории республики, собственно говоря, отпустите. Утрируя, можно ли связать быстрый WhatsApp и космическую программу? Утрируя. Можно. В какой-то мере, да? В какой-то мере. Я здесь добавлю один момент, что перед космодромом и перед Роскосмосом правительством Российской Федерации уже поставлена такая задача по увеличению пропускной способности каналов связи, и такие спутники будут продолжать запускаться, и запускаться будут с космодрома Восточной, и помимо этого есть целая программа, которая будет направлена на увеличение пропускной способности обычного интернета через спутниковую связь, и при увеличении вот этих количества спутников и уменьшении стоимости пуска, стоимость интернета соответственно у частных пользователей будет снижаться постепенно. Хорошо. Переходим ко второй части. Вот регламент поисковых работ. Мой коллега Алексей Семенов находился непосредственно 28-го числа в составе поисковой группы, да? Твои ощущения, твои впечатления, вот как работают поисковики не только Роскосмоса, там многие службы были задействованы? Ну, к сожалению, из-за погоды мы не смогли увидеть, как проходит ракета через районы падения, да? Но мы услышали гром, несколько раз гром был, и через час сразу специалисты Роскосмоса нам уже давали координаты, и мы вместе с Министерством охраны и природы облетели где, ну, первые, примерные районы, да? И мы там где-то два часа летели, но опять-таки, к сожалению, не нашли фрагмента. Но до этого нам все показывали, как это будет работать, как они будут все это, ну, координаты, да? И, по-моему, мне кажется, это впервые используют такие радары в Якутии, потому что в Байконуре только они испытывали эти радары, а нам уже как бы сразу на практике использовали. Ну, там мне потом рассказывали, что там СМС... И, Алексей, перебью, мой коллега Алексей Семенов начинает цикл сказки нашего ватсапа, который относится конкретно к пускам ракет. Мы продолжим сразу после рекламной паузы. Мы продолжаем программу «Не пропусти главное», и мой коллега Алексей Семенов продолжит. Алексей, вопрос прямой к тебе. Соответствует ли действительности информация, которая ходила в различных социальных сетях о том, что вы резко эвакуировались сразу после вот этих взрывов и так далее, и так далее? Пропали, вернее. Что могу сказать-то? Когда вот 28 апреля прилетели обратно, да? Ну, первый день запуска не было, поэтому мы на Белийске были, потом обратно прилетели, и тут нам сразу встретили и сказали, что вы вчера все уехали, специалисты Роскосмоса не выходят из палатки, все куда-то ушли. Вот по ватсапу показали, что не знаю, кто этим занимается, но мы там, конечно, смеялись. Но все-таки мы там все были, участвовали во всех этих. Олег Юрьевич, что за груз был в вертолетах, которые курсировали в сторону окуляции? Ну, здесь надо разделить немножко. Это вертолеты, имеется в виду, курсировали сейчас уже на поисковых работах, это не на самом пуске. При проведении поисковых работ, вот уже второго этапа, мы, имея возможность, когда технические средства вертолета позволяют, мы во вторые келяции носили в коробках краску для детского сада, который строится сейчас во вторых келяциях как раз. Вот, так как полет вертолета проходил через этот населенный пункт, мы туда просто забрасывали краску. При этом местные жители восприняли это с недоверием. Вот, но есть документально в аэропорте подтвержденный факт, что это была обычная краска. Но люди начали выдумывать всякие несуразности, не буду произносить слух, что они там навыдумывали, но это обычная краска, которая... Вы расскажите, интересно же. Фрагменты тела инопланетяна не выявили. Серьезно? Да, что-то типа такого. Олег Юрьевич, на самом деле, вы как человек понимаете вот обеспокоенность местного населения. Да, мы понимаем эту обеспокоенность, и поэтому мы все работы проводим, вот 10 июля текущего года будет уже 5 лет, как мы занимаемся работами по оповещению и информированию в первую очередь населения. Ну, начали мы работу, конечно, с предложения правительства и просьбой правительства оказать нам содействие в этом направлении. Затем мы вот в течение уже 4-5 лет проводим беседы с населением, информирование. Это информирование проводится как на официальных встречах, так и неофициальные встречи. И что характерно, вот у нас даже по результатам этих работ заактированы мероприятия, которые мы проводили. Например, была проведена рабочая встреча в первых стекуляциях населенных пунктов УСУН, также мы проводили встречи в других населенных пунктах. Они носят неформальный характер очень часто, но тем не менее мы не отказываемся от объяснений населению, особенно тому населению, которое находится вблизи районов падения, на, я подчеркиваю, безопасном удалении от района падения. Мы постоянно их приглашаем работать с нами, и у нас сейчас заключены 4 договора с группами, которые сейчас работают в районе падения, подтверждают, что мы все убрали. Эти работы будут продолжаться, то есть мы не заканчиваем работы вот этим пуском, то есть эти работы продолжаются и будут продолжаться, будет продолжаться информирование по разным каналам, по телевидению, по интернету. Но если люди хотят услышать, увидеть информацию и воспринимают ее правильно, то эти люди как бы с нами соглашаются работать. Я подчеркну, что местные жители, которые сначала были резко против, они сейчас работают с нами в группах, в поисковых группах, да? То есть они вместе с нами участвуют в этих работах. Это люди из первых кюлятцев, из старых кюлятцев, из югки, литяне. Вот, кстати, пожелание нашего телезрителя давайте примем. Говорите в эфире. Говорите. Добрый вечер. Гаврил Митиков, город Якутск. Сегодня всем непонятно, кто владеет космосом, тот владеет миром. И сегодня в этот вечерний эфир я бы очень хотел поблагодарить представителей Роскосмоса за такой подход к безопасности жителей республики, открытости при разговоре с ними, поблагодарить муниципальную власть Вилюйского района в лице главы Сергея Николаевича. Я бы очень хотел, чтобы такое сотрудничество в дальнейшем имело очень эффективный характер для развития нашей республики. Я думаю, что в таком сотрудничестве, какое сейчас начинается, оно будет осуществлено. И желаю всем представителям сегодняшнего прямого эфира также заинтересованно обсуждать в конструктивном диалоге будущее нашего развития. Спасибо. Очень хорошее пожелание на самом деле, конструктивное такое. Сергей Николаевич, к вам как главе района, вот как осуществлялось оповещение, вот люди как относились и так далее, и так далее. И правда ли, что вы хранили вот эти вот фрагменты у себя в кабинете? Так, ну что касается оповещения населения, то согласно плану общей нашей работы, значит, заранее население, значит, это оповещается через средства массовой информации, через главпоселения непосредственно, через общественные организации, значит, мы до этого несколько раз были там на местах, об этом открыто говорили, какого числа будет полет и так далее. Вот, что касается вот хранения первого фрагмента, найденного на территории нашего Улуса, то да, вот, этот фрагмент был найден 30-го числа, вот, 30-го апреля, вот, и он несколько дней находился у меня в кабинете, вот, тем самым мы хотели всем доказать, что этот фрагмент, он не несет, значит, опасности, как окружающей среде, так и, значит, непосредственно здоровью населения, вот, что там никакого, действительно, вот, как говорили по ватсапу и так далее, там нет никакой радиации, там нет никакого гептила там и так далее, и так далее. Это просто, значит, расплавившийся, значит, обгоревший кусок металла, который никакой опасности, как я уже сказал, не несет. И вот через несколько дней, вот, хранение, вот, этот фрагмент вот представители Роскосмоса подарили, вот, нашему музею Кровеческому, вот, имени Староватого, как исторический, вот, экспонат, вот, как первый фрагмент найденный у нас, от первой ракеты и от первого российского гражданского космодрома. Я думаю, это очень ценный и хороший экспонат. Коллеги, вот, не хочу, конечно, уподобляться, да, нашим информаторам из ватсапа, но все-таки радиации там и не пахнет, да? Ну, все неопознанное, все неизвестное, все, что за семи печатями, не секрет, что космос у нас довольно закрытое, скажем так, направление. Все это, в первую очередь, радиация, да? Ну, что там может быть? Вот представители Министерства охраны природы. Ну, давайте я скажу, что, вот, я поддержу, работа начались пять лет назад, в одиннадцатом году. Первая встреча с представителями Роскосмоса на уровне председателя правительства Галины Никонсиданчиковой была, где принимали участие все ведомства, заинтересованные наши, потом, значит, в тринадцатом году была подписана программа Оргтехмероприятий, вот здесь сейчас все было озвучено, в рамках данного плана мероприятий все эти работы были проведены, в том числе и встречи с населением, вот, ну, хочу сказать, что в действительности Роскосмос пошел к нам на встречу, и все представители вот наземной службы, Роскорпорации Роскосмос, первые лица, руководители, они приезжали сюда, встречались с общественностью, с населением, вот, и мы сами, вот, работники предохранных органов, полностью на сегодняшний день тоже, вот, ознакомились с технической характерической данного ракетоносителя Союз-2, представители прогресс, которые в Самаро, вот, разработчики и тут были, вот, в принципе, да, изначально всем, те, кто ознакомливался, было ясно, что там нет никакого радиации, нет этого, но все равно опасений же у народа было, и в 13-м году было разработано, утверждено комплексная программа мониторинга данной территории, предполагаемой району попадения части ракет, и начиная с осени 13-го года мы начали мониторировать мероприятия. А Минздрав, кстати, какие-то меры предусматривают в этом отношении? Я вернусь к вам обязательно. Ну, конечно, в плане мероприятий. Ну, начнем с того, что мы провели медицинский осмотр всех пяти районов, и, в частности, в Вилючском районе более тщательно подошли. И вот до запуска ракеты мы провели отбор анализов крови, и после запуска ракеты, через одни сутки, тоже произвели контрольный отбор анализов крови. Ну, по предварительным данным пока отклонений нету, но сейчас все анализы проходят еще дальнейшую работу. Ну, всего отобрано 265, у 265 человек. Ну, работа в данном направлении будет продолжаться, да? То есть круглогодично, чуть ли не мониторим? Да. Отлично. Какие изменения вы хотите? В крови должны появиться? Скажем так, что если воздействие гептила, то через сутки происходит разрушение эритроцитов, высвобождение форменных элементов крови. Ну, такого мы не набираем. То есть это достаточно быстро выявляется? Конечно. Ну, воздействие выявляется через сутки после воздействия. Хорошо. Я хочу сказать, что на сегодняшний день у нас на руках есть все, ну, насчет окружающей среды, все компоненты. Вот уже ряда лет мы уже отобрали пробы до запуска. И после запуска, как было озвучено, уже наша группа там отработала на места. Вот Лена Семеновна, которая непосредственно была в Вилюзькой группе УЛУСОВ. И вас туда? Да. И Валданской группе УЛУСОВ. Я сам непосредственно руководил. Вот ездили мы. И там у нас тоже есть своя лаборатория. Вот. И сегодня, пока мы сюда ехали, пришла информация, что нашли обтекатели вот в Валданском группе УЛУСОВ. Так что на сегодняшний день те мероприятия, которые были прописаны в планах мероприятий, они полностью отработаны, использованы. И на сегодняшний день вот под руководством Петра Николаевича Алексеева, первого зампред правительства республики, работает международная рабочая комиссия, которая у нас еженедельно контролирует и запрашивает отчетность. Вот, видимо, завтра уже после итога всех этих работ пойдем уже отчитываться перед международной комиссией. Хорошо. Давайте мы все-таки расставлять точки, поскольку программа призвана расставлять точки. Что же все-таки может находиться вот в фрагментах, я так понял, это керосин, да? Ракета летает на керосине. Это обычный авиационный керосин, доочищенный, то есть в высокой частоты. В качестве окислителя используется жидкий кислород, для того, чтобы ракета могла лететь как в воздушном, так и безвоздушном пространстве. При этом кислород еще повышает энергетические характеристики самого керосина. На ракете-носителе, кроме двух указанных компонентов ракетного топлива, другие вещества не применяются. Значит, есть груз, который везет ракета-носитель. Там вариации этих грузов могут быть разные. Но, как вариант, допустим, есть космические аппараты, которые и сейчас летают над Якутском даже. Вот если в звездное небо выйти посмотреть на небо, то вы увидите. Давайте мы про небо сразу, опять же, после рекламной паузу. Вот, Олег Юрьевич, не везет. Реклама прямо сейчас. И пока идет реклама, у нас продолжается тут бурное обсуждение. Договорились до того, что побольше журналистов на пуски возить. Можно даже представителей главпоселений районов парения. Это моя личная идея. Как вы считаете? Ну, давайте вернемся к тому, на чем закончили. Разгонный блок. Все-таки на моей публикации в социальной сети откликнулось немало таких диванных специалистов, которые сказали, что там применяются вот такие шарики с гептилом. Ну, при данном пуске такие шарики были, на самом деле. Это груз, который несет ракета. Ни при каких обстоятельствах на землю в заправленном виде он попасть не может, потому что высота запуска данного разгонного блока порядка 350-400 километров. запускается он на 52-й минуте, запускался на этом пуске, на обратной стороне Земли, скажем так, то есть не здесь. Далее эти разгонные блоки... То есть на тут поставлено где-то? На Движной Америке? Да. Где-то там? На Тихим океаном. Дальше эти разгонные блоки, они либо уводятся на орбиту захоронения, так называемую, это орбита, которая доразгоняет разгонные блоки и уводит их в космос. И второй вариант это затопление в акватории Тихого океана, опять-таки с обратной стороны Земли. Там есть район падения, который используют все страны мира, которые занимаются космической деятельностью. В Тихом океане там порядка 8 километров глубиной, где место есть, и там идет затопление. Некий могильник, да? Да, некий могильник такой. Что касается третьей ступени, третью ступень также у нас отрабатывает на керосине и кислороде. Это составная часть ракеты-носителя непосредственно, и падает она также в акватории Тихого океана с обратной стороны Земли. То есть в плане токсичности и так далее можно сопоставить. Вот постою я рядом с ракетой-носителем, это все равно, что посидеть в салоне самолета, в крыле которого находится тот же авиационный керосин. Да, при этом вероятность падения самолетов, она больше, чем вероятность падения данной конкретной ракеты. Ну, здесь простая математика, то есть полеты самолетов, они более чаще происходят, чем запуски ракет, да? Но вот ракета-носитель «Союз», она была создана под руководством Сергея Павловича Королева, еще на базе первой модели Р-7А, ракета была первый раз запущена, и дальше вот на ней в космос запускали Юрий Алексеевич и Гагарин на этой ракете, и сейчас уже более 1800 пусков данной ракеты произведено, из них малая толика — это аварийные пуски. То есть это самая надежная ракета в мире и самая экологически чистая. В подтверждение этого можно привести тот факт, что совместный проект с Европейским космическим агентством, есть такое местечко в Южной Америке, называется «Французская Гвиана». Там они построили космодром. Куру. Космодром Куру называется, совершенно верно. Но пуски ракет производятся нашей ракетой. Вот именно «Союз-2.1А» — тот вариант, который на космодроме Восточный пускается. И если учесть законодательство Франции, в частности, по экологии, то там более жесткие требования к экологичности производств, ну и в том числе пусков. То есть ракета сертифицирована Евросоюзом, можно сказать? Можно так сказать. В плане экологичности. Официальной сертификации как таковой не было. То есть это были определенные другие названия документов. Но по сути, по сути вы правы. То есть они признали экологичность этой ракеты и самое главное признали надежность этой ракеты. Потому что запуски космических аппаратов — это достаточно дорогостоящие мероприятия. Несмотря на то, что каждый пуск в Российской Федерации он страхуется, но тем не менее потерять спутник — это, во-первых, неприятно, во-вторых, это все равно дорого. Поэтому чем надежнее ракеты, тем больше мы имеем возможности выхода на международные рынки, оказания услуг космических. И, ну, скажем так, вот те услуги, которые мы оказываем, они заслуживают доверие не только у Европейского космического агентства. Вы прекрасно, наверное, знаете о том, что космонавты американские сейчас летают на этой же ракете, на Союзе-2 с космодрома Байконур. Вот. И в дальнейшем мы планируем также проводить пуски на более мощных ракетах, которые сейчас называются, вот Игорь Александрович сказал, «Ангара». Также будем наращивать вот в том числе услуги по запуску космонавтов в космос. Лена Семеновна, все-таки вот насчет керосина, насчет, давайте вот к вам как мониторату, да, можно так сказать? Мониторщику, эксперту, да. Мониторщику, да. Ну, действительно, как сказал Яков Иванович, в 2014 году был проведен комплексный превентивный экологический мониторинг на территории предполагаемых районов падения и в Алданском районе, и в Вилюйском районе. В этих исследованиях принимали участие специалисты Института прикладной экологии Севера, Института биологических проблем крелитозоны. Также эта программа была согласована с Орскосмосом. В 2014 году мы получили фоновые характеристики, то есть до какого-либо воздействия мы определили качество рек, озер почвенного покрова, атмосферного воздуха и радиационный фон. Перед запуском 25 числа были вылеты по РП-985 и РП-983. 10 мониторинговых площадок в Алданском районе и 9 мониторинговых площадок непосредственно перед запуском, опять-таки, были сняты все параметры всех природных средств. Атмосферный воздух, снеговой покров, вода, там, где возможно было пробурить водные объекты. И после запуска также проводились исследования. Особое внимание, конечно же, было уделено вот той территории, на которой был найден первый фрагмент камеры сгорания. Для нас эта сфера деятельности совершенно новая, как и для всех. Поэтому в рамках государственной программы охраны окружающей среды мы в начале года заключили контракты на поставку нового лабораторного оборудования, в том числе хроматограф цвет Яуза, который определяет у нас гептил и гидрозин, ну то есть производные гептила, которых не должно быть на территории республики. Но тем самым, мне кажется, мы себя обезопасили в плане вот этих слухов, да, что вот возможно оно есть, а мы этого не знаем. Это оборудование придет к нам в июле месяце, но вот те пробы, которые мы отбирали в апреле, с момента вот, с той территории, где был найден фрагмент, они у нас были направлены в МГУ, химический факультет, там есть аналитический центр, аккредитованный, который является именно разработчиками вот этой методики. И наш руководитель лабораторной службы, она буквально две недели назад, полдня провела в этом аналитическом центре, на прошлой неделе мы получили результатов, никаких производных гептила и самого гептила в пробах талой воды, это был снег и почва не обнаружена. Но тем не менее на перспективу мы этим оборудованием оснащены и сможем определять, потому что при встрече и с журналистами, да, вот, и с населением идет речь о том, что вот когда-то это все падало, что это вот лежит в озерах, и мы говорим, пожалуйста, отбирайте пробы, донные отложения, почва, вода, все что угодно, вы можете это направлять в нашу лабораторию, для населения, для муниципальных образований все химикоаналитические исследования проводятся на безвозмездной основе. Я хочу вот, три минуты буквально до конца осталось, я хочу всем задать вопрос. Кто стоит за гептиловым мифом? Просто такой риторический вопрос. Кто стоит? Что значит миф? Вещество-то присутствует? Вещество есть, ладно, но в смысле то, что во второй ступени и так далее, и так далее. Ну, разрешите, если я отвечу. Очень кратко, хорошо. Общим, да, то есть есть рождение слухов, оно не просто так. Некоторые на этом зарабатывают определенные дивиденды или стараются заработать определенные дивиденды. Вот, есть силы, которые не желают развития Российской Федерации, которые против развития отечественной российской космонавтики, да, и люди, может быть, по незнанию вот этого факта, может быть, по, ну, недопониманию того, что это, к чему влечет, начинают распространять такие слухи. На самом деле, любому государству, которое работает в этой сфере, в сфере космоса, естественно, невыгодно, когда Российская Федерация уходит далеко вперед, а развитие российского космодрома, оно способствует развитию отечественной космонавтики, да, поэтому эти слухи и подогреваются. Интернет сейчас у нас всемирный, поэтому там можно прочитать все, что угодно, вплоть до зеленых человечков там печатают, что мы с собой привозим зеленых человечков, такие статьи я видел, вот, что такое зеленые человечки, я не знаю, ни разу их не видел, да, но тем не менее, такие статьи есть. И данные слухи можно развить только с помощью понимания и доведения информации. Рима без огня не бывает. У нас это сейчас Роскосмос открыто пришел к нам и вся информация она есть. Во времена Советского Союза, Миноборона, это была секретная информация и не знали ни народ, ни население, но тем не менее, остатки частей-то находились. Поэтому опасения у народа правильные. И потом, действительно, египтильные ракеты тоже летали, и на египте летали. Просто люди где-то, где-то тут кусочек информации, где-то там, глубоко уже сильно в эту тему никто не... И вплетая, ну, я сразу скажу, что, Сергей Николаевич, для многих, нет, просто подытаживая, да, в Вилюйском районе риск погибнуть от падения метеорита, на самом деле, больше, чем от падения частей ракет-носителей Роскосмоса. Согласны с этим? Да или нет? Я бы так не сказал, но метеорит, значит, иногда только падает, и ракеты тоже нечасто летают. Поэтому я не сторонник ни тех, ни этой версии. Ну, а так, конечно, там без политики, наверное, наше общество жить не может. Везде и всюду у нас политика. Плохая, хорошая, но политика, она везде есть. Мы вынуждены закончить. Спасибо всем участникам нашей сегодняшней программы, спасибо представителям Роскосмоса еще раз за то, что приехали специально к нам рассказать о космической программе. Увидимся.